Валентина Дмитриева. Малыш и жучка. Когда мать малыша Федосья привела его в первый раз в школу, учительница с удивлением сказала. Какой маленький? Сколько же ему лет? Седьмой годок пошел, сказала Федосья. Учительница покачала головой. Нет, матушка, я не могу его принять. У нас в школе и так тесно, большим места нет, а вы еще младенцев будете приводить. Куда я с ним денусь? Нет, не могу. Прими, пожалуйста, просила Федосья. Что делать, родимая? Уж очень мне с ними трудно. Муж у меня помер, остался я сиротинкой, а детей-то семеро. Мало-мало-меньше, да все девочки. Просто голова кругом идет. Ну, девчонок-то я за дело посажу, а этот озорник останется один, да и вертится под ногами. Прими, Анна Михайловна. Пусть он хоть у тебя позаймется. Анна Михайловна молчала и глядела на малыша. Он стоял перед ней такой крошечный, в рваном полушубке, с огромной, должно быть, отцовской шапкой в руках, и серьезно глядел на нее своими большими серыми глазами. Нос пуговкой смешно торчал кверху. Белые, как лен, волосы завивались кудряшками. Да что же я с ним делать буду, сказала она, улыбаясь. Ведь он, я думаю, и говорить-то еще не умеет. И что ты, родимая, воскликнула Федосья. Ты не гляди на него, что он мал. Он шустрый такой, беда. А учиться страсть охотится, все пристает. Мамушка, отведи меня в школу. Ну, Федюня, обратилась она к малышу, утирая ему нос пальцами. Что же ты молчишь? Поговори с тетенькой. А то, вишь, она думает, что ты у меня не мой. Малыш потянул себя носом, махнул шапкой и сказал. А у меня жучка есть. Это еще что за жучка? Смеясь, сказала учительница. Да это он про собачку. Ответила за него мать, ободренная тем, что учительница развеселилась. Собака у нас, жучка. И собачонка-то дряная. А вот поди ты, привязалась, так за ним и бегает. Водой не отольешь. И вовсе не дряная, обиженно взразил малыш. Она хорошая, и служить умеет, и... Да вон она. И малыш показал на окно, в которое с улицы заглядывала косматая, вся в репьях, с взгерошенными ушами, собачья морда. Ишь, сидит, с удовольствием сказал малыш. И это она нас дожидается. Эй, жучка. И к ужасу своей матери он вдруг засвистал, что было сил. Ах ты, озорник, ах ты, разбойник, засуетилась мать. Что ты делаешь, озорник? Что о тебе тетенька-то подумает, а? И в школу не примет. Но Анна Михайловна смеялась до слез и над малышом, и над его жучкой, которая на свист хозяина отвечала с улицы радостным лаем. Посмеявшись, она сказала, ну хорошо, так и быть, присылай его в школу. Вот я его вышколю. Хорошенько его, Анна Михайловна, чтобы не зарничал. Слышишь, видюнька, в школу будешь ходить к тетеньке? Ну что ж, согласился малыш, опять потянув носом. Учись хорошенько, слышишь? Да поблагодари ее, что она тебя учить будет, слышишь? Слышу, небось. Они вышли. Жучка с радостным визгом бросилась к ним и первым делом облизала малышу всю рожицу. Анна Михайловна стоя у окна, слышала, как он говорил ей, нахлобучивая на голову шапку. Ну, жучка, я в школу поступил. Ты теперь ко мне не лезь. Жучка от восторга перекуркнулась и с громким лаем помчалась по улице. А малыш, заложив руки в карманы, важно уступал вслед за матерью. И его крошечную фигурку чуть видно было из-под лохматой отцовской шапки. Когда на другой день малыш явился в школу со своей верной жучкой, ученики встретили его со смехом и шутками. Гляди-ка, братцы, великан какой. Ай да богатырь. А шапка-то, шапка-то, словно у Ильи Муромца. И собака с ним. Вот так собака. Ха-ха-ха. Малыш не обращал внимания на эти насмешки и только фыркал носом. Пусть их смеются. А ну-ка, у кого из них есть такая собака, как жучка? И шапка тоже ничего. Ее еще покойный батя носил. Хорошая шапка, теплая, из овчины. А что он сам маленький, так это не беда, еще вырастет. Но Анна Михайловна вступилась за малыша. Не смейте обижать малыша, прикрикнула Анна на насмешников. Маленьких обижать нельзя. Ты, тетенька, его с девочками посади. Посоветовал кто-то из самых отчаянных шалунов. Все опять засмеялись. А вот я тебя самого сейчас к доске посажу. Вот и стыдно будет одному у доски сидеть. Большой, а шалишь. Шалуны присмирели. И только между собой перешептывались, глядя на малыша. Малыш. Их прям малыш. Анна Михайловна посадила малыша на переднюю скамейку, и учение началось. Старшие ученики делали задачи, а младшие учили буквы. И малыш вместе с ними распевал. А-а-а-а-а-а-а-а-а. А за окном, на завалинке, виднелась косматая голова жучки, дожидавшаяся своего хозяина. Она сидела смирно, словно понимая, что малыш занят серьезным делом. И только изредка поднимала вверх косматые уши, прислушиваясь к странным звукам, доносившимся до нее из школы. Так начался для малыша первый день его учения. И возвращаясь из школы домой, он весело посвистывал и напевал про себя. А-а-а-а-а-а-а-а-а. Жучка шла с ним рядом и важно поглядывала по сторонам, как будто хотела сказать, а что, вот мы нынче какие, в школу учиться ходим. Малыш учился хорошо, и хотя учительница занималась с ним шутя и не требовала от него, чтобы он шел наравне со всеми, но он не только не отставал от других, а еще и перегонял многих. Одно ему никак не давалось, буква ша. Как он не старался, все выходило у него вместо каша, касса, вместо маша, масса. Это его очень огорчало, особенно потому, что ученики подсмеивались над ним. Эх ты, касса-масса! Дразнили они его из-под тяжка, когда он, весь красный от натуги, выводил тоненьким голоском. Ма-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Малыш умолкал и обращался к учительнице. Тетенька, что они все смеются, не вели им. Ничего, малыш, ободряла его Анна Михайловна. Пусть себе смеются, а ты их не слушай. Вот погоди, через год ты лучше их будешь говорить. А сто? Говорил малыш с торжеством, обращаясь к товарищам. Сто, сто, касса, масса. Слышалось ему в ответ сдержанное шипение. И малыш снова впадал в уныние. Но это были маленькие неприятности. А вообще, малышу было в школе хорошо. Его все любили. И даже самые злые насмешники в перемену угощали его печеной картошкой, пышками с творогом или жареным горохом, который так приятно хрустел на зубах. Иногда перепадало что-нибудь из жучки, которая тоже всем очень понравилась. Особенно потому, что умела умирать, подавать лапу и прятаться от волка. В перемену ее обступала целая толпа. И жучка никогда не уставала показывать свои фокусы, которым научилась неизвестно где. Ребята были в восторге. Ну собака, молодец! Восклицали они. И где это ты, малыш, ее достал? Ведь глядеть неказистая. А поди ты, умная какая. Ай да жучка. Жучка и вправду была неказиста на вид. Вместо шерсти у нее висели какие-то грязные серые лохмотья. В косматых ушах и в облезлом хвосте засели репьи. Морда вся заросла, и только глаза у нее были хороши. Большие, прозрачные, желтые, как янтарь. Они глядели так умно и внимательно, что казалось, вот-вот жучка заговорит человеческим голосом. Несмотря на то, что малыш жил очень далеко от школы, на самом конце села, за оврагом, он приходил в школу раньше всех. В окна, занесенные снегом, едва-едва брежет утренний свет. Анна Михайловна еще лежит в постели, а в сенях уже слышится какая-то возня. Кто-то осторожно обивает сапоги о порог. Потом дверь в школу тихонько отворяется, и до Анны Михайловны доносится знакомое похвыркивание носом. — Это ты, малыш? — спрашивает она из своей комнаты. — Я, тетенька. — Азяб? — Не, я-то не азяб, а вот жучка, небось, азябла, — отвечает малыш. Но Анна Михайловна знает все его хитрости и, улыбаясь, говорит. — Ах, бедная жучка. Ну что же, впусти ее, пусть погреется. Малышу только этого и надо. Он отворяет дверь, и жучка, тихонько повиливая хвостом в знак благодарности, прокрадывается в школу и ложится в уголке у печки. Потом приходит соседка, которая топит печку, моет в школе полы, ставит Анне Михайловне самовар и стряпает. Малыш помогает ей таскать солому, и в печке весело вспыхивает огонек, распространяя приятную теплоту. Жучка от удовольствия вздыхает и осмеливается даже забраться на солому. Но соседка, женщина суровая, не любит баловства и гонит жучку прочь. — Пошла, пошла! Ишь ты, барыня какая разлеглась! — Зачем собаку в избу пускаете? Она поганая! — Он врешь! — возражает обиженный малыш. — Эта кошка поганая, а собака непоганая. — Ну, учи меня еще! Но малыш не уступает, и они спорят до тех пор, пока не вскипит самовар. Иногда случалось и так, что в разгаре спора соседка забывала вовремя снять с самовара трубу, и кипящая вода с шипением и брызгами ялась через край. Начиналась суматоха. Малыш бросался снимать трубу, соседка искала крышку. Испуганная жучка пряталась под лавку. Анна Михайловна смеялась до слез. — Все из-за тебя, озорник этакий! — ворчала соседка. — Гляди-ка, что наделали! Заговорилась с тобой, и самовар ушел! — А ты в другой раз не спорь! — поддразнивал ее малыш. — Ну, будет тебе, малыш. Иди-ка лучше чай пить! — говорила Анна Михайловна. Малыш не заставлял себя долго просить. Он снимал с себя полушубок, и, оставшись в одной рубашке и полосатых синих штанах, входил к Анне Михайловне. Учительница ставила перед ним чашку чаю с молоком и клала большой ломоть ржаного хлеба. Малыш очень любил пить чай и пил его с чувством и удовольствием, причмокивая, откусывая крошечные кусочки сахару и заедая большими кусками хлеба. Хлеб он съедал весь до крошки, а сахар оставлял, и, опрокинув чашку кверху дном, клал оставшийся кусочек на донышко и говорил — Будя! Это повторялось аккуратно каждый раз, и каждый раз Анна Михайловна говорила малышу — «Малыш, а ты опять сахар-то оставил? Возьми его себе!» «Ну что ж», — говорил малыш, и, спрятав огрызочек в карман своих полосатых штанишек, прибавлял. «Я его дунятки отнесу». Дунятка была самая младшая сестренка малыша, и он очень любил ее. Когда вместо ржаного хлеба учительница давала ему баранки, он никогда не ел их, а непременно прятал и нес дунятки. «Да ты сам-то ешь!» — упрашивала его Анна Михайловна. «Я тебе две дунятки еще дам!» «Ну вот еще, встану я их есть!» — возражал малыш. «Я, небось, и хлеба наемся!» «Я большой, а дунятка маленькая!» Раз после учения малыш, уже совсем одетый, подошел к учительнице. «Тетенька, пойдем к нам?» «Пойдем!» «Ну так я тебя на улице подожду, а ты выходи!» Ему не терпелось идти домой, да еще с кем, с самой тетенькой, и он важно уселся на заваленке. «Ты что же, малыш, домой-то не идешь!» — кричали ему товарищи. «Я тетеньку дожидаюсь!» — отвечал малыш с гордостью. Ребята запустили в него снежками и побежали. Очень хотелось малышу отплатить им тем же, но он стерпел. «Нельзя!» «Сама тетенька к нему в гости идет, а он будет снежками баловаться. Ни маленький, небось!» «Ну, малыш, какого же гостинца мы дунятки понесем?» — сказала учительница, выходя на улицу. Малыш почесал в затылке и, подумав немного, отвечал. «Баранок!» «Ну, хорошо, пойдем в лавку, купим баранок». Пришли в лавку, купили баранок и еще и белых метных пряников, при виде которых у малыша даже слюнки потекли. «А это ты кому?» «Все дунятки». Больше он ничего не говорил. Никогда еще этого с ним не бывало, столько гостинцев сразу. Даже когда тядька покойный был жив, и то так не было. Принесет, бывало, с базара петуха пряничного, или баранок, или маковников. А чтобы сразу и того, и другого, этого не бывало. А дунятка, дунятка-то вот обрадуется. Перешли через овраг и очутились в переулке, занесенном снегом. С одной стороны виднелись гумна со сквердами хлеба, а с другой лепились крошечные избушки. Тут было глухо и пустынно, а вместо дороги в снегу велась еле заметная тропинка. «Вот и наша изба», – весело сказал малыш, указывая на утонувшую в снегу хатку, с маленькими оконцами и покосившейся трубой на крыше. Кое-как перебравшись через сугроб, они подошли к дверям, и малыш с видом настоящего хозяина постучал кольцом. Жучка, почуя дом, радостно визжала. «Это кто там?» – послышался голос Федосьи. «Это я, мамушка, с тетенькой пришел», – отозвался малыш. Федосья отперла дверь. Они вошли в маленькую тесную избу, в которой было уже совсем темно, потому что окна пропускали мало света. Старшая сестра малыша, девочка лет тринадцати, сидела у печки и пряла. По лавкам бегали другие девочки, помоложе. В углу на шесте висела люлька, а в ней качалась маленькая хорошенькая девочка, похожая на малыша. Это была его любимица, Дунятка. При входе Анны Михайловны она испугалась и заплакала, а девочки попрятались за печь. «Хозяин пришел!» – крикнула одна из них, и из-за печки послышался смех. «Ну-ну, не баловать у меня!» – строго крикнул о них малыш. «Это ведь они меня хозяином-то зовут!» – обратился он к учительнице. «Как же, и то ведь хозяин!» – сказал Федосье. «Один ведь у нас мужик-то растет! Один работничек, кормилец будет!» Дунятка перестала плакать и с удивлением глядела на учительницу. Девочки в рубашонках тоже понемножку выползли из-за печки и обступили гостью, ощупывая ее платье, платок и даже волосы. Когда она развязала свой узелок и выложила на стол гостинцы, восторгу не было конца. «Смотри-ка, баранков-то сколько!» – шепнула одна. «А пряники-то!» – воскликнула другая. «И мне, и мне!» – закричала Дунятка. Пришлось ее вытаскивать из люльки. И пошел Федоси на избе пир горой. Давно такого не бывало. Всех довольнее и веселее был маленький хозяин. Он так разошелся, что вздумал было поплясать, но тут ему под ноги подвернулась жучка. Он перекуркнулся через нее, разбил себе о печку нос, очень сконфузился и, наконец, преспокойно заснул рядом с Дуняткой, привалившись к материнскому плечу. Наступили сильные холода, завыли сердитые метели и засыпали село огромными сугробами. Учеников в школе убавилось, потому что многие жили далеко от школы. У них не было теплой одежды, и они поневоле должны были сидеть дома и дожидаться теплой погоды. Но больше всех в селе бедствовала Федосья со своими ребятишками. Ей было трудно справиться одной, без хозяина. Некому было отгрести снег от Эсбы, некому привезти солом из гумна, чтобы затопить печку и накормить скотину. Некому достать хлеба для голодных детей. Поэтому она часто со всей семьей сидела в темноте, в холоде, без хлеба. А на дворе жалобно ревела голодная корова. Учительница помогала Федосе, чем могла, но этой помощи было, конечно, мало, и бедная женщина выбивалась из сил. Малыш продолжал ходить в школу. Когда разгуливалась вьюга или тричал мороз, учительница оставляла мальчика в школе ночевать. Тихо и мирно проходили у них эти вечера. На дворе водит ветер, в окна сыплет снег, а в школе тепло, светло и уютно. На столе ярко горит лампа. Анна Михайловна читает книжку, а малыш сидит напротив нее и, высунув язык, пишет буквы на спинной доске. Жучка тоже здесь, лежит у печки, легонько похрапывает и бредит во сне. То залает жалобно, то зарычит. Должно быть, волки снятся. Но малыш и про жучку забыл, так углубился в свою работу. Иногда он отодвигает от себя доску и издали любуется на выведенные им буквы. Они ему очень нравятся. Нужды нет, что буква А у него совсем свалилась на бок и словно хромает, а буква О похожа на витой крендель. Впрочем, малыш сейчас же замечает все недостатки своей работы и начинает их исправлять, разговаривая с буквами вслух. — Постой, постой! — шепчет он, изо всех сил скрипя грифелем. — Ты чего рот-то разинула? — Мне что это хорошо. — Дай-ка я тебе его закрою. — Ну вот. — А это что хвостом-то завиляла? — Не виляй, не виляй. — Ну, захромала. — Постой, я тебе сейчас подкую. — Во-во-во как! И подковав непослушную букву, он обращается к Анне Михайловне. — Ну-ка, си, тетенька, погляди. — Хорошо, а? — Хорошо, — отвечает учительница и снова углубляется в книгу, а малыш начинает скрипеть грифелем. Когда малыш уставал писать, учительница читала ему книжки, показывала картинки или рассказывала разные занимательные истории. Малыш очень любил сказки про зверей. Некоторые так ему нравились, что он готов был слушать их по нескольку раз. — Ну-ка, тетенька, расскажи мне еще эту, про лисицу-то, как она волка обманула. — Экая хитрячка. — А волк-то дурак какой, даром что большущий. Ну расскажи. — Приставал Анканне Михайловне. — Будет, малыш. — Я уже тебе десять раз рассказывала. Теперь ты мне расскажи. — Да чего же я тебе расскажу? Малыш призадумывался. — Постой, сейчас расскажу. Жил-был старик со старухой. У них был четверик со сьмухой. Он останавливался и начинал чесать в затылке. — Ну, — говорила Анна Михайловна. — Дальше-то что? — Ну и нет ничего, все. Анна Михайловна смеялась. А малыш был очень доволен, что развеселил ее своей сказкой. Чаще всего он рассказывал ей о себе, о своей семье, о том, как они жили при бате, при бате-то им еще ничего было. А когда он помер, лошадь продали. И не то что гостинцев, и хлебца-то нету. При этих воспоминаниях малыш затуманивался, и его большие ясные глаза становились печальны, как у большого. Но Анна Михайловна не давала ему задумываться. — Ну, малыш, ничего, — — говорила она, ласково поглаживая его по голове. — Вот вырастешь большой, и сам будешь как батя. Малыш оживлялся. — Как вырасту большой, сейчас лошадь куплю, пахать сам буду. — Хорошую лошадь куплю, гнидую. — А корову-то нашу видала? — Нет, не видала. — Вот я тебе ее покажу, когда к нам придешь. — Ее лыской зовут, у нее лысинка на лбу. — Оттого она и лыска. — Я корову люблю, ее нельзя бить-то, она кормилица. — Никого не надо бить, малыш. — Я не стану бить. — Я как вырасту большой, буду добрый, как батя. — Избу новую выстрою, чтобы светлая была. Вот как школа наша. — Потом всем гостинцев накуплю, мамушке шубу новую сошью, сестрам сарафаны, а дунятке пряников куплю. — И тебе гостинцев тоже куплю. — Ну вот спасибо, малыш, что и меня не забыл. — А то как же, я тебя люблю. — Вот как избу новую построим, ты тогда к нам жить переходи. — Хорошо, а школа как же? — А в школу мы на лошади ездить будем, ведь тогда у нас лошадь будет. В таких разговорах проходил вечер. После ужина глаза малыша начинали слепаться, и он незаметно засыпал у печки, свернувшись калачиком рядом с жучкой. Анна Михайловна сонного переносила его на постель, а жучка, подобрав остатки ужина, отправлялась на улицу караулить школу, и всю ночь под окнами слышался ее звонкий лай. Однако, как нехорошо было малышу в школе, и тепло, и сытно, и Анна Михайловна сказки рассказывает, а все-таки он начинал скучать о своих, если Мороз задерживал его учительницы на несколько дней. Часто по вечерам, сидя за спидной доской, он вдруг поднимал голову и начинал прислушиваться к завыванию ветра. Потом вздыхал и задумывался, пристально глядя на лампу. — Ты что, малыш, задумался? — спрашивала учительница. — Что-то теперь наши делают, — отвечал малыш. — Холодно, небось, у них. Страшно. Без меня-то. — Ну чего же страшно? А как же? Ну как вдруг волки? — Волки в избу не полезут. — А разбойники? — Ну какие разбойники? У нас в селе их нет. — А все-таки им со мной веселее. — Все-таки я мужик. — Ах ты, мужик! — смеялась Анна Михайловна. — Ну-ка, давай поборемся, кто кого одолеет. Но эти шутки не веселили малыша. Спустившись на пол, он садился около жучки, обнимал ее косматую шею и начинал с ней тихонько разговаривать. — Жучка, а, жучка, хочешь домой, жучка? — Хорошо у нас дома-то, а? — Небось, мамушка придет. — Анютка тоже придет. Машутка дунятку качает. — А лыски, небось, холодно-холодно. — Ребят лыска. — Может, они нынче не ели ничего, жучка, а? А мамушка, небось, соскучилась об нас. Говорит, где моя фидюнька? На глазах у него навертывались слезы, а жучка, чувствуя, что маленький хозяин не весел, начинала тихонько повизгивать и лизать его в лицо. — А что, малыш, соскучился, верно? — спрашивала Анна Михайловна, слушая эти разговоры. Малыш немного конфузился, и чтобы не обидеть учительницу, отвечал. — Не, ничего. А вот мамушка, небось, соскучилась. — Ну что ж, вот завтра пойдешь к ней повидаешься. Старалась успокоить его учительница. От этих слов малыш веселел, а на другой день, как только кончалось учение, он отправлялся домой, непременно с каким-нибудь гостинцем за пазухой. Переночевав у своих, он возвращался в школу веселый и рассказывал Анне Михайловне разные новости. Про волка, который у соседа овцу загрыз, про дунятку, про лыску. И все шло по-прежнему. Однажды у учительницы пекли хлебы. Еще с утра малыш все толковал о том, что пойдет нынче домой. А когда сели обедать, и на столе появились аппетитные ломти горячего хлеба, от которого шел душистый пар, он решительно заявил. — Тетенька, я мамушке горяченького хлебца отнесу, можно? — Ну что ж, — сказала Анна Михайловна, — вот пообедаем и пойдешь. Но не успели они еще и кашу доесть, как повалил снег, да такой густой, что в школе сразу потемнело, будто сумерки. — Ох, малыш, — принесла учительница, — погляди-ка в окно, как ты пойдешь. Малыш опечалился и даже ложку положил. — Нет, тетенька, я уж пойду, — сказал он умоляющим голосом. — Небось я дорогу-то знаю. Анне Михайловне очень не хотелось отпускать малыша в такую погоду, но он так глядел на нее, так просил отпустить его, что она не могла ему отказать. Она укутала малыша, обвязала теплым платком, положила ему за пасху хлеба, и он отправился. Жучка побежала за ним, и оба исчезли в вихре белых снежинок, крутившихся в воздухе. Анна Михайловна, проводив малыша, вернулась в школу и села было читать. Но ей не читалось, она все думала о малыше и беспрестанно подходила к окну. На улице разыгралась настоящая метель, небо совсем слилось с землей, дорогу замело, и сквозь вой ветра чуть-чуть доносились унылые звуки колокола, в которые звонили для того, чтобы проезжие и прохожие, застегнутые метелью в поле, не заблудились. Потом начало быстро темнеть. Ах, и зачем я его отпустила? В беспокойстве думала Анна Михайловна. И хоть бы сама с ним пошла. Куда такому малышу дойти? Наконец она не вытерпела, оделась потеплее и вышла на улицу. Но на пороге глаза ей засыпало снегом, а ветер чуть не сбил с ног. Идти одной было невозможно. Она зашла к соседке, рассказала ей в чем дело и попросила кого-нибудь проводить ее до Федосиной избы. Вызвался сын соседки, Иван. Он живо оделся, взял палку от собак, засветил фонарь, и они вышли. Но едва только они отворили дверь, как порывом ветра задуло фонарь, и они очутились в темноте. Снег валил хлопьями. Огоньки в избах чуть-чуть брежели сквозь метель. Иван пошел вперед, ощупывая палкой дорогу. Анна Михайловна за ним. Идти было трудно, дорогу замело. Они беспрестанно проваливались в глубокий рыхлый снег. Наконец кое-как добрались до Федосиной избушки и постучались. Им отворила сама Федося, удивленная и испуганная. А малыш где? Спросила Анна Михайловна, вбегая в избу и оглядываясь. Малыш? Сказала Федося, побледнев. Да он как вчера в школу ушел, с той поры и не приходил. Анна Михайловна от ужаса не могла слова выговорить. И без сила пустилась на лавку. Федося глядела на нее во все глаза и бледнела все больше и больше. Вдруг она все поняла, ударила с головой о стол и зарыдала. Дети, гревшиеся у печи, тоже подняли крик. Анна Михайловна опомнилась. Что же теперь делать? Проговорила она, вся дрожа как лихорадки. Иван, пойдем, соберем соседей, искать надо. Иван побежал к соседям. Никто еще не спал, и в Федосину избу стал собираться народ. Все охали, жалели малыша, утешали Федосью. Но она, обезумев от горя, не слушала никаких утешений. И, бросаясь от одного к другому, падала на колени и причитала. — Родименьки, голубчики, пожалеете вы меня, бедную. — Сыночек, Федюнька, один ведь у меня он. Отыщите вы его, батюшки мои. — Да где же его теперь найдешь? — сказал кто-то. — И шить метет, сги не видно. Свалился-нибудь где-нибудь во враге и застыл. Много ли ему нужно? Никак невозможно найти. Анна Михайловна заплакала, а Федосия замертво упала на пол. Соседки бросились брызгать на нее водой, а мужики стояли, столпившись у дверей, и мрачно смотрели на несчастную женщину. — Жалко малыша, пропал малый, эдакая вьюга. Большой и то собьется с дороги, — перешептывались они. Вдруг в избу, весь заметенный снегом, запыхавшись, вбежал мальчик лет четырнадцати. Сын соседа Федосии. И взволнованно сказал. — На гумнах собака какая-то воет. Так и воет, так и воет. Страсть. — Какая собака? Чего ты врешь? — послышались голоса. — Право воет. — Я уж давно слышал, да думал это волк, а она все воет. Как ветром с гумна подует, так и слышно. — Постой, да не жучка ли это? — крикнул кто-то радостно. — Может, жучка, ведь она с ним была. — Это жучка, жучка! — заговорила Анна Михайловна, вскакивая. — Пойдемте, пойдемте скорее. Жучка. Она с ним ушла. Пойдемте. Народ гульбой повалил из избы. Мужики взяли лопаты, заступы, фонари. А вьюга все свирепело. Снег лепил глаза. Ветер заглушал голоса. Выйдя на улицу, все прислушались. Ничего. — Сенька, где собака-то воет? Ничего не слышно. — Право выло! — уверял Сенька, вертя головой во все стороны. — Вы постойте, слушайте. Стой! — Вон она, вон она! Все замерли. И действительно. Сквозь завывание ветра со стороны гумна до них донесся вой. Жалобный, протяжный и печальный. — Ребята, идем! — скомандовал Иван. И все пошли по направлению воя. Шли очень долго. Ноги вязли в снегу. Иногда кто-нибудь падал. Фонари задувало ветром. Вой иногда слышался, как будто совсем где-то близко. А иногда его относило ветром в сторону. И тогда все останавливались и прислушивались, чтобы не сбиться. Но вот надвинулось что-то огромное, темное. Это была скирда хлеба. И вой раздался совсем-совсем близко. — А ведь никак и вправду это жучка! — сказал кто-то радостно. — Стой, ребята, слушай! Все остановились. С минуты все было тихо. Слышалось только тяжелое дыхание людей. И потом опять жалобный и протяжный вой. — Жучка! — закричала Анна Михайловна. Вой прекратился. От скирды отделился какой-то темный комок и с визгом бросился к людям. Действительно, это была она. Лохматая, неказистая жучка. Она кидалась то к одному, то к другому. Визжала, лизала всем руки. И опять возвращалась к скирде. Народ рассыпался вокруг скирды и начал обшаривать ее. — Здесь! Нашел! — послышался звонкий голос Сеньки. Все бросились на его крик и начали лопатыми руками разгребать снежный холмик, который вьюга уже успела насыпать над малышом. Жучка с визгом илаем помогала людям лапами и мордой. Наконец малыша отрыли. Мальчик сидел, прислонившись спиной к скирде и спал мертвым сном, крепко прижав к груди и закатеневшие руки. Его подняли и понесли. Федосия уже ждала их на пороге и с криком бросилась навстречу. — Постой! — остановил ее Иван. — Его оттирать надо. Может, еще жив. Раздевай его, ребята! Малыша положили в синях на соломе, раздели и стали оттирать снегом. Особенно старался Иван, пот с него так и катился градом. Вдруг он остановился, с улыбкой поглядел вокруг себя и произнес. — Отходит. Теплый стал. И руки разгибаются. Все окружили малыша. Федосия заплакала. — Ну, чего ж ты плачешь? — добродушно сказал Иван. — Радоваться надо, а ты воешь. Низи-ка лучше шубу. Федосия побежала за шубой. Услышав, что малыш оживает, сестренки его подняли крик и выскочили в сеней. Между тем малыш вздохнул. И раз, и другой, и третий. Жучка подняла виск и бросилась его лизать. А малыш вздохнул еще раз. И, открыв глаза, с удивлением осмотрелся, не понимая, где он и что с ним. Но увидев плачущую мать, он вдруг улыбнулся. Попробовал подняться и едва слышно прошептал. — Мамушка, не плачь. Я тебе хлебца, горяченького. Конец.